Когда Алиса пришла на могилу своего мужа, чтобы прибраться, она случайно заметила яму в земле. Это было необычно, поскольку она не замечала ее раньше. Поэтому женщина раскопала ее, чтобы посмотреть, что это такое. То, что она обнаружила, было просто шокирующим. С тех пор, как годом ранее скончался ее муж, Алиса считала своей обязанностью навещать его каждый вторник. Это было похоже на их свидание, только она была единственной, кто мог говорить. Она навещала его, рассказывала о том, что происходит в ее жизни и приводила в порядок его могилу и надгробие. Алиса уже совсем привыкла к кладбищу и его небольшому участку, так что ей не потребовалось много времени, чтобы заметить загадочного вида яму в земле. Сначала она не придала этому особого значения, но потом любопытство взяло верх. Женщина подошла ближе к дыре и сдвинула листья, которые упали сверху. Это показало, что яма была гораздо больше, чем она ожидала вначале. Яма была глубиной примерно в ладонь, и в ней было немного свежевскопанной земли. Это показалось довольно странным. Предполагалось, что вокруг могил не будут копать, если, конечно, это не сделали расхитители могил. Но Алиса не была уверена, что в данном случае дело обстоит именно так. Что-то подсказывало ей, что дело в чем-то другом. Затем она задумалась, не могла ли это быть просто собака, которой стало скучно, и она убежала от своего хозяина, чтобы вырыть яму для развлечения. Как бы ей хотелось верить, что дело обстоит именно так. Но в глубине души она знала, что это не так. За ямой таилось что-то зловещее, Алиса просто чувствовала это. Поэтому она смирилась с тем, что на следующий день вернется с небольшой садовой лопатой и раскопает яму, чтобы посмотреть, нет ли под ней чего-нибудь стоящего внимания. Так она и сделала. На следующий день, как только кладбище открылось, она пришла со своей садовой лопатой, чтобы провести расследование. Ее слишком волновала незаконная деятельность, особенно если это происходило рядом с могилой ее покойного мужа. Она просто не могла этого терпеть. Ей потребовалось немало времени, чтобы снова найти дыру под опавшими листьями. Когда Алиса нашла ту самую яму, ей показалось, что яму специально набили листьями для маскировки. Поэтому она не замечала ее раньше. Это делало яму еще более интригующей. Женщина знала, что не делает ничего плохого. Она вытащила набитые листья и принялась за свежевскопанную почву, которой она была засыпана. Вскоре она почувствовала, что ее лопата ударилась обо что-то твердое. Звук был похож на удар металла по металлу, но Алисе пришлось присмотреться, чтобы убедиться на сто процентов. Там была блестящая металлическая коробка, закрытая на маленький замочек. Очевидно, что там было спрятано что-то важное. Что-то, что кто-то хотел сохранить в целости и сохранности от посторонних рук. Однако Алиса просто разозлилась, когда увидела коробку. Она вышла из себя от одной мысли о том, что кто-то счел нормальным прятать что-то рядом с ее мужем. Это было крайне неуважительно. Конечно, ее гнев только усилился, когда она попыталась открыть коробку. Замочек был невероятно прочным, и ей было не под силу ударить коробкой о землю. Поэтому она прибегла к помощи лопаты. Конечно же, прошло совсем немного времени, прежде чем замочек был взломан. То, что она обнаружила внутри, привело ее в замешательство. Там были пакеты с чем-то похожим на муку или белый порошок. Она не была знакома с такими вещами, поэтому решила, что поступит разумно и вызовет полицию. Правда, только после того, как она все-таки вернулась к машине, она не хотела, чтобы тот, кто закопал коробку, пришел за ней и причинил ей вред. Возвращаясь к своей машине, она случайно увидела двух молодых людей, которые быстро прошли мимо нее. Алису охватило ужасное предчувствие. Она как можно быстрее добралась до машины, села в нее и заперла двери. Она положила металлическую коробку рядом с собой на пассажирское сиденье. Затем она позвонила в полицию. Во время разговора она объяснила, что обнаружила, и спросила, каков будет следующий шаг. Полицейские велели ей принести коробку, чтобы они могли одновременно взять у нее показания. Когда Алиса уже собиралась положить трубку, то увидела, как с кладбища выбегают двое молодых людей. Они остановились у входа и осмотрели парковку. Когда они увидели ее машину, то сразу побежали к ней. Алиса была ошеломлена. Она закричала, и полицейские срочно спросили ее, что происходит. Она объяснила, что к машине бегут двое мужчин. Прежде чем она успела завести машину, они оказались рядом с ее окном и попытались разбить его кулаками. Когда это не сработало, они остановились, чтобы поискать камень. Алиса воспользовалась этой возможностью, завела машину и помчалась прочь так быстро, как только могла. Алиса поехала прямо в полицейский участок. Сотрудники полиции были серьезно обеспокоены, когда услышали, что мужчины пытались напасть на нее и немедленно отправили оперативную группу для их ареста. Затем Алиса передала металлический ящик полиции, сказав, что не уверена, что было внутри. Они вскрыли коробку и пришли в ужас, увидев, что было внутри. Конечно же, в коробке было несколько килограммов наркотиков, вещество, которое просачивалось на улице и сводило людей с ума. Детектив объяснил, что они пытались выследить торговцев наркотиками, поскольку это было что-то новое и очень опасное. Но каждый раз, когда они совершали захват подозрительного заведения, они возвращались с пустыми руками. Один из детективов пришел к выводу, что у торговцев были специальные тайники для наркотиков, чтобы их никогда не могли поймать с ними. Как оказалось, это было правдой. Понадобилось всего лишь, чтобы женщина случайно наткнулась на один тайник и раскрыла дело. Это, конечно, было просто шокирующим для Алисы. Она всю жизнь прожила в этом районе и не привыкла к такой преступной деятельности. Все, что произошло, ужасно ее разозлило, ведь это произошло у могилы ее мужа. Алиса поделилась своим разочарованием с полицейскими. Они разделили ее мнение, но объяснили, что кладбище на самом деле является очень популярным местом для такого рода преступной деятельности. Это потому, что люди меньше всего ожидают, что такое может произойти. Оперативной группе удалось выследить двух молодых людей и успешно их арестовать. Алиса была поблизости, чтобы помочь установить их личности. В тот день женщина вернулась домой, совершенно измученная произошедшими событиями. Никогда в жизни она не думала, что окажется замешанной в преступлении, особенно, когда навещала своего покойного мужа. Алиса была благодарна, что все закончилось хорошо. Она верила, что за ней должно быть присматривал какой-то ангел-хранитель. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Алисы? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok